доброе утро дорогие друзья всем доброе утро и с небольшим опозданием я начинаю урок значит сейчас я дам как раз выехать человеку а то не мог найти парковку а то есть значит вот у нас сейчас будет урок значит и с божьей помощью все нормально это очень интересно что материальный мир он очень такой необычный материальный мир очень необычный и он такой знаете как сложный сложно организационный но если подготовиться то можно найти всегда выход практически из любой ситуации до раз был вход то значит должен быть и выход и вот я хотя не мог найти парковку но пока и сейчас я думаю нормально сейчас проведем урок главное что к уроку я подготовился значит сегодня мы находимся в сейчас секундочку открывая сегодня четвертый день недели до сегодня среда четвертый день недели и мы изучаем сейчас хитас давайте знаете как сделаем давайте мы сделаем следующее для того чтобы было удобнее вам слушать и мне чтобы я не волновался все-таки найду парковку и потом или ладно нормально я думаю что здесь я стану сейчас все вот так все я стал да интересно значит мы находимся в четвертом дне недели и сегодня рэбби нам говорит следующую идею давайте рассмотрим он говорит такую идею он говорит смотрите до этого вспомните мы говорили о вере мы говорили вчера о вере о доверии о том как как эти две вещи пересекаются чем они отличаются сегодня рыба говорит такую вещь вот система иудаизм до системы иудаизма она действует тоже 3333 года и он говорит тут можно верить нужно не верить но он говорит что то что работает в это не надо верить она работает уже 333 года значит этому можно просто довериться так он говорит здесь и никто же не от казаться от еды но это не明白 как как работает пищеварительный тракт. То же самое иудаизм. То есть, если эта система 3333 года работает, то если человек родился евреем, то он не должен думать, как мне жить и искать новую систему. Он должен взять эту систему и по ней идти. Теперь, сейчас у нас очень сложная глава, в которой тоже это, видите, если бы, например, кто-то хотел приукрасить, то Машера Бену рассказал бы какие-то сказки про великих богатырей, про самых великих людей без всякого изъяна. Но нам Тора прямым текстом рассказывает о том, что братья продали Юсефа в рабство, обманули папу, взяли козленка, зарезали и принесли ему вот эту одежду. То есть, рассказываются такие подробности, которые, если бы человек хотел это придумать, он бы это не писал. Зачем писать про себя гадости и рассказывать, что вот зарождение еврейского народа было вот такими вот всеми этими путями? Для чего? И Рэбе задает вопрос. Он говорит, зачем вся вот эта была история? Сегодня мы узнаем вообще такие подробности еще хуже даже, чем было до этого. Например, когда Иуда, который предложил продать Юсефа, он потом, вот сегодня мы узнаем эту идею, он потом, братья против него восстали. Ему говорят, слушай, ты у нас царь, ты, Иуда, наш главный брат вообще, да? То есть, ты для нас как царь. Ты нас убедил его продать вместо убить. А почему ты нас не мог убедить, значит, повезти, отдать его обратно отцу? Смотри, как отец сейчас страдает, переживает. И есть ли у тебя такая сила влияния, да? То есть, они сняли с себя ответственность и передали ответственность на него. Представьте, насколько это похоже на человеческую природу, когда первый человек Адам решен, он съел от дерева познания добра и зла. Ему Бог говорит, слушай, говорит, как же ты мог вообще меня не послушаться? Он говорит, а я при чем? Вот жена, которую ты мне дал. Ты что, мне плохую жену дал? Вот все, я, как она мне сказала, так и делал. То есть, он снял с себя ответственность полностью. Теперь то же самое братья, которые все участвовали, вначале хотели убить, судили, потом положили в эту яму, потом они на Иуду говорят, а ты почему нам посоветовал это сделать? Ты должен был нам сказать его вернуть. Ему стало неудобно, и он ушел. Ушел он, потянул Хеврон, женился и родил троих сыновей. Значит, старшего сына он женил на девушке по имени Тамар, которая была дочкой, Тамар была дочкой Ноаха. И этот сын умирает. Представьте, все как возвращается мера за меру. То есть, Иуда, он был, он главный же был все-таки, да, как царь. И он сделал так, что его папа Яков оплативает Юсефа. Тутбах у него, у самого умирает сын. По законам, по духовным законам, которые потом были выражены в заповедях Торы, если есть брат, который умирает без детей, то на его вдове женится, на его вдове женится кто? Его брат, чтобы восстановить его имя. И когда, значит, женится он на его вдове, то ребенок, который рождается, ребенок, который рождается, он, значит, ребенок, который рождается, ребенок, который рождается. Сейчас, секунду, меня просят отъехать Женщина с 20 собаками Представляете, не может проехать Проходик я оставил Чтобы можно пройти всем Но есть добрая женщина Которая, она очень любит собак И вот она сейчас хочет здесь проехать Я поставил на проходе, да Вот она сейчас проедет со своими собаками Да, она не хочет ехать с собаками У нее, представляете, женщина сейчас Наверное, с 10 собаками на велосипеде Вот такие есть люди разные, представляете Люди очень-очень разные Очень-очень разные люди И каждый живет в своем каком-то мире В своем мире Каждый живет в своем мире Так, да, вот бывают вот такие вот моменты В жизни, когда, когда хочется Хочется что-то доделать И не получается Давайте так сделаем Подождите, пожалуйста, не кладите Две минуты Я сейчас запаркуюсь удобно и все Да Это город Тель-Авив Я выехал из Иерусалима В Иерусалиме очень спокойный город В Иерусалиме город очень спокойный И в нем, в Иерусалиме, я всегда найду, где парковка А вот город Тель-Авив, он такой более интенсивный Очень интенсивный город Тель-Авив И в нем тяжело с парковкой Ну, надеюсь, с Божьей помощью все будет хорошо Вот, продолжаем Значит, Иуда Иуда, что он сделал? Он, когда у него умер старший сын Старшего сына звали Эр Он по закону отдал Тамар, его жену, вдову Эра, он отдал своему младшему сыну, среднему сыну Анану Представьте, его звали Анан Откуда слово ананизм? Анан, прямо в Торе его звали Анан Он не хотел, чтобы его Тот ребенок, который рождается Становится В него вселяется душа умершего брата И он получает имя умершего брата И получает наследство умершего брата И Анан, он не хотел, чтобы родился этот ребенок И он занимался ананизмом Отсюда пошло слово ананизм То есть он сбрасывал свое семя в Нефтомар И что? Тора говорит, и он тоже умер И он тоже умер Теперь был третий сын Третий сын, его звали Шейла И Иуда Он говорит Ты знаешь, говорит Тамар Иди-ка ты к своему папе И жди, пока Шейла вырастет Он боялся, что Он думал, что Он же не знал, из-за чего Из-за чего умирали его сыновья Что они не хотели заниматься В прурву Это плодиться и размножаться И он, значит, не знал Что это в этом причина И он думал, что причина в Тамар И он говорит Тамар, иди к папе Значит, будем ждать, пока третий сын вырастет Но он не хотел на самом деле Чтобы третий сын на ней женился Тамар, которая была Женщина очень богобоязненная Богобоязненная такая Ну, настоящая Она видит эту ситуацию И что она делает? Она переодевается в проститутку Прямо Тора рассказывает эту историю Переодевается она в женщину легкого поведения И садится на перекрестке дорог По которой шел кто? Иуда Сам Иуда шел по этой дороге У него умерла жена И он шел на дальние пастбища И тут он видит Значит, сидит эта женщина С покрытым лицом Переодета в женщину легкого поведения И он к ней подходит И говорит Давай, значит Давай, значит Она говорит Что ты мне дашь? Он говорит У меня ничего с собой нет Есть перстень Посох И там Ну, и разные такие вещи Она говорит Дай мне в залог вот эти вещи А потом Дашь мне ягненка Опять возвращается вся история К ягненку, да Как Яков Когда он Когда он получал благословение Обманом Он переоделся В шкуры ягненка Одел на руки Чтобы отец его ощупал Что он как Исаф И тут тоже опять ягненок Входит в картинку Значит, она Говорит Когда пришлешь ягненка Тогда Тогда, значит Я верну твои Твою печать Юда Значит, сделал свое дело Ушел И что? Проходит три месяца Ему говорят Тамар Твоя невестка Она Беременная А по законам того времени По законам Торы Она была дочкой священника Она была По-моему, она была дочкой Шема Старшего сына Ноаха Который был священником А дочь священника Которая занимается развратом Ее по закону надо сжечь Иуда, который был царем И который был начальником суда И который был Ну, такой Самый уважаемый человек того времени Он говорит По закону Ну, значит Раз она стала Женщиной легкого поведения То есть Ее надо сжечь И тут она посылает ему Вот те вещи Его печать И говорит Я от этого человека беременная Иуда понимает Что это Получается Его дети И она от него беременная И он говорит Она более праведная Чем я Это по закону Я должен был Ее дать Третьего сына Или я родственник Тоже должен был Восстановить Вот Ее покойного мужа Как бы Да Душу Чтобы она пришла В этот мир Ну, а я этого не сделал А она получается Сделала И Всевышний Все так повернул И он на ней женится И у него рождается Два сына Значит Зерах и Перец Зовут этих сыновей И от Перца Пойдет Кто? Мессия Пойдет Машеах То есть Мы видим Вот такую вот Совершенно дикая история Вообще Просто дичайшая Просто Если посмотреть Сегодняшним взглядом И То, как мы понимаем Праведность То, как мы понимаем Святые люди Вообще В этой истории Вообще Все ужасно Что нам говорит Рэбб Он нам объясняет Эту историю Машеах Придет Из колена Иуды От Тамары Ее сына Перца Именно от этой связи Придет Машеах Значит Чтобы понять Почему Машеах Придет в мир Именно таким Незаконным образом Следует Вспомнить Что именно Бог сотворил зло Но для чего Бог сотворил зло? Для того Чтобы у нас Была свобода выбора И чтобы этот выбор Был настоящий выбор Силы добра и зла Должны быть уравновешены То есть Должен быть реальный выбор Зло должно быть привлекательное А добро Которое само по себе Привлекательное Оно должно быть Не таким привлекательным То есть Всевышний сделал так Что все что плохое Оно привлекательное Как один говорил Писатель Он говорил Что Все что я люблю Или аморально Или запрещено Или ведет К ожирению Да Всевышний сделал зло В очень приятной Упаковке Добро Которое само по себе Свет Духовность Добро Это лучшее Что есть в мире Бог сделал Не привлекательным И тогда Есть свобода выбора Есть свобода выбора То есть В зле Обманывает Привлекательная упаковка Добро Само по себе Ценный товар И когда он сделал Это уравновешенный выбор Тогда Значит Пришло время Машех Это Это Именно проявление Всевышнего Самое большое Тот Кто исправит мир И так далее Когда настало время Ему прийти в мир Силы зла Сказали Равновесие будет нарушено Ведь Машех же Он Выведет мир Полностью к добру Получается Равновесие нарушено Поэтому Та связь От которой предстояла Родиться Машеху Предку Машеха Да Она была такая Что силы зла Сочли ее своим выигрышем То есть Представьте Эта история Вот сейчас Допустим Человек Который хочет быть Религиозным И он читает Эту историю И говорит Ну капец Что мы отсюда видим Проституция Обман И Какая-то Непонятная история И он Опять же Эта история Его отталкивает От добра Поэтому Но в итоге Эта история Рождается Самое большое добро То есть Опять же Остается Постоянная Свобода выбора Как оно все сделано Не мог человек Это придумать То есть Если бы человек Это придумывал Он бы наоборот Написал бы Тору Как Как что-то такое Максимально Красивое Привлекательное Смотрите Как все было четко Здесь Рассказаны Такие вещи Которые Показывают Самые темные Стороны Человеческой природы И Остается Свобода выбора Сидит человек Сейчас и думает Так Как же мне действовать Или мне быть Святым Добрым Религиозным Честным Правильным Или 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 И Опять Остается Выбор Свобода выбора Значит Теперь Давайте То есть Ребенам Сказал такую вещь Что именно Из-за того Что из этой связи Потом родился Машиах Она выглядит Такой Непривлекательной Потому что Иначе Силы Зла Иначе Равновесие Было бы нарушено Понятно Да И приводит Он такую метафору Такой пример Что так же Как на войне Армия Иногда Притворно Отступает Чтобы Заманить врага Силы добра Здесь Отступили Предоставим Силам зла Радоваться Тому Что оказалось Грехом Чтобы Затем Победить Так Объяснил Ребен Эту всю Историю Теперь Значит Дальше В самом Тексте Торы Это он Объяснил И я уже Рассказал В принципе Всю историю Я рассказал Значит Здесь В тексте Торы В самом Тексте Ну Все То же Самое Только подробно Дословно Значит Это можно будет Прочитать Какая-то сегодня Идея Которая Очень сильно Меня Зацепила Я скажу Так Что Скажу так Что Вот Я сейчас Увидел Явно Как работает Как работает Голова Когда есть У человека Очень много Задач Очень много Каких-то Именно Перед мозгом Стоит Много Задач Он Перестает Хорошо Работать Я по себе Вижу Из-за того Что я Обычно Спокойно Готовлюсь К уроку Провожу Урок Сижу Дома И у меня Есть такое Понятие Называется Ишуфдаат То есть Спокойный Дат Спокойное Опознание Сейчас Я с утра Выехал Мне нужно было Срочно По одному делу Поехать В Тель-Авив Выехал Дорога Пробка Приехал Парковка Нет ишуфдаата То есть Голова Не рождает Ни одной Хорошей идеи Почему Потому что Чтобы на поле Выросли Какие-то Красивые цветы Нужно Чтобы на поле Не было сорняков И получается Что у человека Внутри Есть душа Есть у человека Внутри Ну Святая Часть Всевышнего Да Самый большой свет Который только есть И дальше На эту душу Надет Вот этот вот Компьютер Надета голова Надет интеллект Который заполнен Ну Те кто родились В бывшем советском союзе У нас пошла Там идеология советская Мультики там И так далее И так далее Потом Сегодня Голова Заполняется За один день Столько информации Приходит Да Столько приходит информации Что просто Невозможно Даже представить Сколько информации Приходит в голову За один день Теперь Значит Это похоже на поле Которое заросло Сорняками Если человек хочет Услышать себя Услышать свою душу Услышать какие-то Глуботи и мысли Самое важное Вот то что я сейчас понял Самое важное Это создать себе Состояние Ишуфдаат Поле Которое Вот убрать сорняки Убрать всю информацию Все вот эти вот Какие-то новости Которые мы слушаем Про Про всякие Вот Новости Да Они передают Что прям мир Вот каждый день Включаешь новости Все хуже и хуже Все хуже и хуже Мне 48 лет И уже 20 лет Каждый день Все хуже и хуже В этих новостях А все нормально По итогу-то Все нормально Поэтому можно Спокойно Выключить новости На год И ничего не изменится В вашей жизни Все эти новости Они вообще Никакие не новости Все что вам нужно знать Конкретно Вам скажут Ваши соседи Или родственники То есть нужно Отключить вот этот Весь мусор Который заполняет Информационное пространство И после этого После этого Да Заполнить свою Свою душу Торой Знанием Такими духовными вещами И Одна хорошая идея Это Такое семя Которое может прорасти И тогда Каждый из нас Сможет написать книгу Создать что-то великое Просто придумать Наверное что-то Как Эйнштейн Или как Ньютон Сидел Думал 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 Бах Яблоко упало На голову И он Понял Закон Всемирного тяготения Он просто сидел Два часа Вот так вот Да И вдумывался Заглядывал в себя Это мой вывод Жизнь Она То есть Если ты пытаешься Что-то делать Как делали братья Делали Иуда Делала Тамар То ты все время Попадаешь в какие-то тупити То есть Чем больше ты делаешь Тупити неизбежные Перекресток Семи дорог Это Перманентное состояние Человека Который что-то делает В жизни Надеясь Что вот он сделает Сейчас И все А вообще не все Вот этого момента Все не было И никогда И не будет Единственный момент Все это Когда ты соединился Со своей душой И через свою душу Соединился со Всевышним Вот это единственный момент Такого совершенства Спокойствия Завершенности Когда ты заглянул в себя И спокойненько Выполнил любую заповедь Вот любую Или ты там Выучил какой-то Отрывок из Торы Или ты просто молишься Или ты просто Спокойно говоришь Благодарность Всевышнему За стакан воды За яблоко Вот этот момент Совершенства В жизни Когда ты бежишь За какими-то целями Ты никогда не остановишься Совершенства Никогда не будет Все Удачи Успехов Этот мир создан Не для совершенства А для того Чтобы мы занимались Духовной работой И совершенствовали свою душу Все Всем хорошего дня До завтра Завтра С Божьей помощью Будет урок Ишу в да Спокойненько Из дома я проведу Хороший урок От которого Получу большое удовольствие Сейчас мне было Очень я вам скажу Необычно Все Всем хорошего дня Субтитры создавал DimaTorzok